Взрослые не озадачились, не сделали, а 16-летний мангистауский школьник Ахат Утиген провел подводный субботник. Патриот родного края, страны, родного села Саин Шагаптова. Юноша собрал всех неравнодушных помощников и очистил морское дно в акватории села. Поступок подростка вызвал общественный резонанс. С одна Каспийского моря Ахат Утиген поднял несколько килограммов мусора. Вот когда в эфире такие сюжеты о нашей молодежи, то понимаешь, что наша родина бессмертна. Динара Нургалиева, а тех, кому не все равно. На этих кадрах видно, как человек в специальном водолазном костюме собирает мусор с морского дна. Но это не профессиональный дайвер, а 16-летний школьник из поселка Саин Шагаптов. Погрузившись на глубину в 5 метров, Ахат Утиген за полчаса собрал 3 килограмма мусора. Подводная уборка – процесс сложный. На дне находят стекла, бытовой мусор и даже покрышки. Очень много пластиковых баклажек. Это и удручает больше всего экоактивиста. Микропластик в воде влияет на биологическое разнообразие, а эта рыба после оказывается на наших столах. Загрязнение Каспийского моря в летний период – это одна из главных проблем. Например, взять побережье села Саин Шагаптов. Здесь за сезон отдыхает много людей, столько же и мусора. Ужаснее всего, когда эти отходы оказываются в море. Юноша признается. Не ожидал, что этот поступок привлечет внимание взрослых. Эколог Кирилл Осинь говорит, что магисталские школьники все чаще выбирают проекты, связанные с охраной окружающей среды. Это отличный пример именно этого экологического активизма. На моей памяти это такое впервые происходит. Мы должны расценивать именно этот ролик как сигнал и посыл того, что мусор практически везде. Он не только на берегу, он не только в нашей степи, он уже и на дне Каспийского моря. Наши коллеги из Института гидробиологии и экологии с 2019 года реализуют проект по очистке Каспийского моря от брошенных сетей браконьерских и рыболовных. Но при этом проводятся еще дополнительные исследования на изучение, на содержание микропластика в воде и на его влияние на тюлени в частности. Первые данные этих лабораторных исследований показали – микропластик в море есть, но в каких количествах пока неизвестно. Юный экоактивист Ахат Утиген предлагает установить больше урна побережья Каспия. По его мнению, это поможет уменьшить количество отходов, попадающих в водоем. Здесь нет платных пляжей, поэтому нужны мусорные урны. Думаю, видя их, люди начнут задумываться. Я понимаю, что экотуризм сейчас актуален, но нужно держать в чистоте берег и море. Ахат изучает вопрос загрязнения акватории своего родного села для участия в областном конкурсе. Но победа в нем для юноши не так важна. Куда важнее, говорит он, чтобы люди перестали загрязнять Каспийское море. Динара Нургалиева, Ренаду Салиф, Магисталская область, итоги дня.